Традиционно десяточки в чат, если меня видно и меня слышно. Ольга, все отлично, благодарю. Лариса, спасибо большое за десяточку. Нина, добрый вечер. Вечер, добрый вечер всем. Рада вас сегодня приветствовать в этой уютной вебинарной комнате. Сегодня мы с вами поработаем над своим собственным денежным балансом. И сегодня я думаю, что... Так, я вижу Светлана, Ольга, благодарю за десяточки, спасибо огромное. Сегодня мы... Я не просто буду рассказывать, потому что рассказывать о деньгах это бессмысленно, согласитесь. Необходимо исследовать, необходимо задумываться, изучать свои собственные денежные стратегии и, конечно же, их исправлять. И сегодня у нас практикум. Сегодня вы будете создавать свою собственную мандалу денежного баланса, анализировать ее, смотреть, находить свои точки уязвимости, где не все в порядке вот с балансом брать-давать, как можно это изменить и куда направить свою энергию, свои силы, свое время на исправление вот этого баланса для того, чтобы получить эффективный результат. Вот сегодня именно с этим мы будем работать. Я хочу рассказать вам о том, что вообще как бы вопросом денег и вопросом денежного баланса я занимаюсь уже очень давно. И с разных сторон изучаю этот вопрос. И со стороны родовых программ денежных, и со стороны финансовых и экономических стратегий мышления человека, и со стороны эффективных стратегий достижения цели. В общем-то, то, что я хочу вам предложить, кроме всего прочего, я еще и арт-терапевт, я стараюсь все свои изыскания проводить и вот все техники, с которыми я работаю, проводить в таком, знаете, мягком, но в то же время очень уверенном и эффективном русле. Еще я расскажу вам сегодня о том, что такое мандала и как с ней работать в рамках денежных и финансовых вопросов. Кстати, сразу вопрос ко всем присутствующим в чате, да, сегодня у нас здесь в вебинарной комнате. Будьте добры, поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чат, кто знает, что такое мандала, кто уже когда-либо создавал, как минимум раскрашивал мандалы, ну, а как максимум создавал свои собственные. Так, что такое арт-терапевт? Замечательно, Светлана, сейчас отвечу. Дело все в том, что есть, я психолог, профессиональный психолог, клинический психолог, и одно из направлений, которым я активно веду свою практику, это арт-терапия. Терапия творчеством, терапия через искусство. Это и создание рисунков, и создание каких-либо вот хобби, знаете, разные материалы, там, плетение, вязание и так далее и тому подобное. Это музыкотерапия, это все, что касается лепки из пластилина и из глины. Это создание, так называемая, есть ландшафтная терапия, то есть создание объектов из того, что у нас под рукой. Вот сегодня именно с этим мы будем больше работать. То есть арт-терапия – это направление изменения себя и помощь клиентов, если мы говорим о профессиональной области, именно с помощью различных областей искусства. Ведь можно посмотреть фильм, почитать книгу, нарисовать что-то или слепить, или станцевать, или спеть, или сыграть, и получить подсказки от своего внутреннего содержания, от так называемого бессознательного. Так психологи называют внутреннюю мудрость, то, что у нас внутри глубоко-глубоко где-то есть, находится. И просто, знаете, изменяться с помощью арт-терапии в действительности очень легко и просто. Но я не использую только арт-терапевтические методы. Давайте я так включу слайд о себе немножечко. Я еще и тренер нейролингвистического программирования, и уже 16 лет веду, живу и работаю я в Крыму, в Симферополе, и веду тренинги, тренинги по НЛП, по Эриксеновскому гипнозу. И, естественно, эти направления я тоже активно использую в своей работе. Также я профессиональный сертифицированный коуч. И вот эти все направления я интегрирую, я соединяю и, конечно же, сегодня представляю вам именно вот такой, наверное, синтез очень многих разных моментов, разных направлений. Давайте договоримся так. Если я отвечаю на ваш вопрос, это ко всем относится, и вы понимаете и принимаете ответ, то поставьте мне, пожалуйста, в чат два плюсика, чтобы у нас было чем. Благодарю, чтобы я имела от вас обратную связь. Кстати, тоже я хочу обратиться к вам всем, потому что очень... Очень... Вот смотрите, я вас не вижу, вы меня видите сейчас, вы меня слышите, а я вас не вижу, к сожалению. Единственная связь от вас – это чат. Это то, что вы можете написать. Поэтому у меня к вам большая просьба. Пишите, отвечайте, и я буду корректировать сегодняшнюю нашу встречу в зависимости от того, что вы пишете, что вы думаете, какие у вас возникают мысли. Более того, помните, пожалуйста, что глупых вопросов не существует, вернее, не так. Существуют глупые вопросы. Это те вопросы, которые вы не задали. Вот представьте себе, у вас возник вопрос, но вы почему-то посчитали его глупым, почему-то подумали, что как-то вот неудобно или смешно, ну или по каким-то другим причинам вы его не задали. И он остался внутри вас без ответа, а значит, он стал глупым. Это не добавило вам ничего хорошего. И самое интересное, что, возможно, не добавило ничего хорошего другим. Может быть, другие тоже думали, что им что-то здесь непонятно, но не сформулировали вопрос. А ведь говорят, если вопрос где-то родился, сразу с ним рождается и ответ. Надо только найти к нему путь. Поэтому я вас всех очень сильно прошу. Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы. На какие вопросы я смогу, я, конечно же, отвечу. К сожалению, в рамках нашей сегодняшней встречи я не смогу ответить на все вопросы мироздания. Ну да, я и сама ответа не знаю. Но на все, что я смогу сегодня в рамках нашего времени ответить, я, конечно же, постараюсь это сделать. Итак, задавайте вопросы, пишите в чат, и я думаю, все у нас получится. Сегодня у нас с вами очень интересная практика будет. Поэтому, вот пока я буду что-то рассказывать, говорить, вы еще, кроме того, что меня слушаете, пожалуйста, посмотрите, пошарьте вокруг себя глазками, а может быть, даже ручками. Дело все в том, что нам сегодня для работы понадобится всякая разная мелочевка. Всякая разная ерунда, которую вы найдете, возможно, даже не вставая с этого места, где вы сейчас сидите. Ну вот, у меня рабочий стол, я вот прямо сейчас, если так пошарю глазами, то, о, сразу нахожу. У меня вот тут есть, например, вот стерочка, да, вот стерочка, кстати, вот их даже две, ну, пластик для стирания, нашелся. У меня есть вот тут резиночки денежные, побольше, поменьше, вот, то есть они вот тут вот у меня где-то тут вот есть, лежат. Есть у меня тут вот пробочка, это такая ароматная пробочка, вот там стоят такие палочки ароматные, которые пахнут, а это пробочка от этой бутылочки, в которую они стоят. Так, что тут еще есть? Ну, конечно, есть ручка, есть, о, есть у меня вот тут вот USB-провод, вот он так вот где-то есть, вот тут есть у меня ножнички, что тут у меня еще есть, скотчик у меня есть, ну, и так далее, да, вот какие-то такая мелочь, которая, ну, наверняка есть под рукой. Может быть, это будут какие-то бумажки, салфетки, может быть, это будут какие-то фигурки, которые где-то рядышком, ключи, не знаю, даже ваш мобильный телефон, то есть те небольшие, мелкие предметы, которые вас окружают. И сегодня нам потребуется штук 10-15 таких предметов для того, чтобы эффективно поработать. Я очень надеюсь, что вы их найдете и сможете сегодня применить для того, чтобы восстановить, изучить и трансформировать свой денежный баланс, создать свою мандалу. Итак, вы, мы так и не решили вопрос, что же такое мандала, да, я попросила поставить вас плюсики в чат, кто знает, что такое мандала или минусики, если вы никогда с этим не сталкивались. Будьте добры, итак, плюсики в чат, если вы знаете, что такое мандала, работали с ней каким-либо способом, или же минусики, если вы не знаете, если вы сегодня услышали это слово первый раз. Светлана, да, вижу, что вы услышали первый раз, супер, это замечательно, я вам завидую, потому что у вас впереди просто море открытий, вот в буквальном смысле слова. В переводе с санскрита слово мандала означает круг, круг, круговой, окружность, круглый, и, в общем, всё, что связано хоть каким-то образом с кругом. Лариса знает, Нина не знает, замечательно, супер, я правда вам завидую, потому что у вас впереди множество открытий. Дело всё в том, что слово мандала само по себе к нам пришло из буддизма. Это знаменитые буддийские мандалы, песочные мандалы, которые высыпаются песком и создаются для определённого ритуала, для определённого обряда буддийскими монахами. Но вот слово мандала, оно сейчас такое, знаете, очень популярное, очень часто на слуху у людей, которые знают, что это такое. Но в действительности, если говорить о самой мандале, вернее, о сути мандалы, это образ какой-либо круги. Вот вы сейчас на слайде видите такой красивый круг, да, и рисунок, узор в круге. Вот это мандала, то есть что-то, расположенное внутри круга. Знаете, в одной очень интересной антропологической книжке, то есть книге по антропологии, где описывались разные древние ритуалы и древний уклад древних людей, так вот в одной книге я прочитала очень интересные предположения. Я не скажу, что это, конечно же, истина, но это такое предположение, что у некоторых племён был такой ритуал, ритуал некого предсказания, что ожидает племя в будущем. В определённое время шаман племени, он принимал определённые там травы, может быть, какие-то галлюциногенные препараты, ну, природное, естественно, происхождение, и из того, обращался к богам, вот в таком изменённом состоянии сознания, и из того, что было у него под рукой, а под рукой что у него было? Какие-то предметы, которые были в деревне, да, вот где жили они, в родовой деревне. Какие-то, может быть, деревьи, палки, камни, иногда это туши животных, иногда это что-то связанное с оружием, иногда это даже были люди, члены его племени. То есть вот всё, что под рукой у шамана было, он из этого создавал большой круг, и вот те видения, которые ему приходили в изменённом состоянии сознания, он в этом круге как-то располагал, опять же, с помощью подручных предметов. Когда действие этих веществ заканчивалось, и шаман возвращался в естественное состояние сознания, он трактовал то, что ему пришло от духов, и говорил о том, что ждёт племя в ближайшее время, будет ли засуха или, наоборот, будет урожай, будет ли удачная охота, родятся ли в племени новые дети, или очень много будет болезней и смертей. И вот о том, что происходило, что ему подарили духи, те знания он как бы по мандале, вот по этому кругу трактовал. Так вот такой ритуал назывался мандал, без буквы «а» в конце. Мандал. И вот тоже есть такое предположение, что слово «мандала» было взято вот из этих, вот этого ритуала. Есть ещё одно предположение, что в Тибет мандалы пришли, опять же, это предположение, пришли благодаря сибирским шаманам, которые бубны делали круглые, и бубны раскрашивали, общаясь с духами. И вот наблюдая за вот этой ситуацией, за шаманами, которые раскрашивали бубны, вот эти круглые, то есть обращение к богам, обращение к верхнему и нижнему миру, тоже вот как бы этот образ пришёл постепенно на Тибет. Ну, то есть предположений по этому поводу много, можно, в общем-то, в историю, и вот такие предположения, очень много их всяких разных и интересных, но я расскажу о том, что в действительности существует. Дело всё в том, что все мы, все мы, абсолютно все, знакомы с образом круга, начиная даже не с рождения, а с момента нашего зачатия. Обратите внимание, яйцеклетка, встречаясь со сперматозоидом, да, момент зачатия, кстати, яйцеклетка круглая, так на всякий случай, да, она имеет, пусть неправильную, но всё равно форму круга. Итак, первое, как бы вот зародыш, да, движется по трубам, закрепляется у стенки матки. А что такое матка? Это тоже некая сфера, тоже некая круг, некий круг, некая окружность, да, которая защищает и питает плод. И вот представьте себе, мы 9 месяцев находились, каждый из нас находились в утробе матери, находились внутри вот такой некой мандалы материнства, внутри защищённого круга. И 9 месяцев блаженства, 9 месяцев рая, 9 месяцев развития, когда есть всё, есть тепло, есть питание, есть кислород, не нужно ни о чём задумываться, идеальные, такая идеальная среда для развития младенца. И мы 9 месяцев были защищены вот в таком вот внутри круга. И когда нам плохо, что происходит? Обычно, что происходит с людьми, когда им больно и плохо? Они сворачиваются в позу эмбриона, в позу круга. И это врождённые инстинкты, это врождённые моменты, которые нельзя искоренить вообще никак. Мы 9 месяцев находились внутри условной мандалы. И знакомо нам это состояние, как я уже сказала, с момента зачатия. И если посмотреть на разные культуры, то образ круга присутствует во всех культурах, во всех временах, во всех религиях. Я сейчас приведу несколько примеров, и вы поймёте, что круг присутствует и существует в очень огромном количестве культур, национальностей, ну и так далее, и тому подобное, и религий. Вот смотрите, начнём с славянских традиций. Славянская свастика, знаменитые славянские хороводы, ну наверняка каждый из вас, вот я не знаю, ещё не встречала ни одного человека в нашем постсоветском пространстве, кто бы не водил хороводы вокруг ёлочки. Если вот есть, если вы водили хороводы вокруг ёлочки хотя бы один раз на детских утренниках, то поставьте, пожалуйста, знак плюсик, да, например, в чат, что вы водили хороводы, и вы знаете, что это такое. Вот это в славянской, в нашей, ну не совсем славянской, да, но вот в постсоветской традиции. А и берут хороводы, естественно, свои истоки именно из славянских традиций. Вокруг, сначала хороводы водили вокруг костров, потом вокруг ёлочек, ну и так далее, и тому подобное, да, Лариса, я вижу ваши плюсики, это замечательно. И Светлана, и Нина прекрасно. И если так посмотреть, да, что такое хоровод? Мы, как бы люди держатся за руки, они объединены общим кругом. Смотрите, опять же, круг, да, общность интересов, общий круг, круг интересов, круг знакомств, это всё относится именно вот к образу круга, о котором мы говорили. Давайте обратим внимание на как бы вот платки, как вот обычно вяжутся салфеточки, вяжутся круговые какие-то коврики, расписываются платки, это всё, вот образ круга, он присутствует, вот этот вот симметричный рисунок по кругу. Вспомните, пожалуйста, знаменитый английский Стоунхендж. Нельзя обойти вниманием и, например, Америку, медицинское колесо Вайоминга. Бубны шаманов, о которых я уже говорила, они расписаны именно вот в таком режиме, вот именно по кругу. Знаменитые буддийские мандалы, высыпанные песком. Кстати, очень интересный факт про буддийские мандалы. Вот такие красивые, цветные, яркие мандалы, высыпанные песком, создаются очень долго. От одной недели до нескольких месяцев может длиться работа над одной мандалой. Причём, ни один человек, ни один монах делает эту мандалу, а их обычно несколько. Но живёт такая мандала всего на всего один день. Она живёт один день для того, чтобы её сделали, делали долго, вкладывали в неё энергию, силы. Она сконцентрировала в себе божественную энергию, такой вот универсальной божественности. Я не говорю о какой-либо религии сейчас. И она существует один день, именно как культуральный признак, не склоняясь ни к одной, ни к другой религиозной конфессии. Она существует один день, проходит к определённый обряд, а потом её перечёркивают и сметают веничком. Всё, она выполнила свою роль. Обратите внимание на календарь Майя, который вы видите сейчас перед глазами. Он тоже выполнен в виде круга. То есть, опять же, мандалоподобные структуры. Обратимся к религиям, основным мировым религиям. Хочу предложить вам. Обратите внимание, в православии есть замечательная икона, которая называется Всевидящее Око Божие. И если вы обратите внимание, то она создана в кругах, в виде кругов. Есть ещё одна икона, я сюда её не поместила, но, может быть, вы знаете её. Это Неопалимая Купина, знаменитая Неопалимая Купина. Там вроде бы кругов нет, но она создаётся из пересечений кругов. То есть, когда круги пересекаются, образуются вот те самые фигуры, которые изображены на иконе Неопалимая Купина. В католичестве, например, да и в православии тоже используются в иконописи, а также в барельефах так называемые мандорлы. Это тоже пересечение кругов. То есть, когда два круга пересекаются, образуется такой миндалевидный ореол, в котором обычно, вот он обычно окружает или Деву Марию, или же Спасителя Иисуса Христа. И это тоже божественное сияние, это пересечение двух кругов. Знаменитый лабиринт в Шарцком соборе. Движение от периферии к центру, божественное начало, для того, чтобы пообщаться с Богом, приобщиться к чему-то очень высокому и важному. Если вы когда-либо посещали мусульманские церкви и мечети, то, находясь под куполом и подняв голову вверх и посмотрев, вы можете увидеть вот такой красивый рисунок. Это, например, купол мечети в Тилякаре. Но практически все мечети, церкви, соборы содержат вот такие круговые рисунки. Да, это объем, но снизу все равно круговые вот эти рисунки, они все равно сохраняются. Если мы возьмем знаменитую колоду Таро, то в старших арканах есть как минимум три мандальные карты. Самая такая известная это, конечно же, колесо фортуны. Но есть еще и солнце, есть еще и аркан мира. Это те арканы, которые тоже содержат мандальные образы, которые содержат круговые образы. Обратите внимание, как много всего есть именно в круге. Не зря очень многие магические ритуалы совершают, делают круг, защитный круг. Вспомните знаменитую книгу Гоголя. Вечера на хуторе Близди, не вечера на хуторе Близди Каньки, Вий, извините, вспомните, пожалуйста, ну или фильм вы смотрели, или книги читали, Вия, и там главный герой, чтобы защититься от нечисти, очерчивает мелом круг вокруг себя. И нечисть не может к нему прорваться. Вот защитные функции круга известны очень и очень давно со стародавних времен. Еще в наскальных рисунках можно увидеть образы круга и спирали. И все это мандалоподобные образы. Так в чем сакральность этого? Почему именно так? Дело все в том, что когда мы говорим о чем-то очень важном, о цельном, о гармоничном, вот круг это линия, не имеющая начала и конца, да, вот окружность. Круг он защищает, круг он сохраняет и позволяет изменить все безопасно, без боли, без проблем. Дело все в том, что мандали, я, с мандалой я работаю очень давно. И есть целое направление, которое называется мандалотерапия. Это направление работы с собой через создание мандал. Причем мандалы можно создавать самыми разными способами. Вот я хочу рассказать вам, вернее, показать вам мандалы участников моего курса, который называется мандала волшебство преображений, базовый курс по мандалотерапии. Так вот, на этом курсе участники создавают мандалы самыми разными способами. Например, их можно рисовать. А еще мандалы можно лепить из пластилина. Посмотрите, пожалуйста, какие красивые, интересные, необычные работы получаются у участников. Самое интересное, что это не просто творчество, они просто полепили, порисовали и пошли домой. Нет, это именно работа и трансформация. И сегодня мы тоже будем делать свою собственную работу, изучать себя через мандалу, через образ круга. Посмотрите, пожалуйста, на мандалы, созданные из сыпучих материалов. Здесь есть и фасоль, и зерна кофе, и гречиха, и перловка, и что тут у нас еще, и соль, и сахар, может быть, даже, крупа какая-то разная, чаинки, в общем, но зато какая красота получается, и не только красиво. Мандалы можно создавать из ткани, можно создавать из природных элементов, из того, что попадется под рукой. Посмотрите, какие красивые мандалы, участниц курса. Обратите, пожалуйста, внимание, мандалы плетут. Наверняка вы видели вот эти знаменитые индийские, индийские плетеные мандалы. Или мандалы, когда вы вяжете салфеточки, это тоже мандалоподобный образ. И обратите внимание, просто что-то творя, что-то делая руками, можно измениться. Вот в этом суть как раз арт-терапии. Мандалы вышивают бисером, вяжут, плетут разными-разными способами. Обратите внимание, мандалы делают из бумаги, мандалы делают, рисуют на камнях. Вот, кстати, вам прямо сейчас покажу. Далеко не убирала. Вот последний, один из последних моих камушков, которые я вот тоже вот так вот расписываю. Видите, вот такая красота получается на обычных камнях с обычного южного берега Крыма с помощью крапок. И вот таких вещей можно делать огромное количество и разное. Вот посмотрите, пожалуйста, из чего еще можно создавать мандалы. Это тоже участники тренинга, да, создают мандалу и мандала из подручных вещей. И вот сегодня мы будем создавать с вами мандалу из подручных элементов. Сейчас Ольга дала вам ссылочки на этот курс мандала волшебство преображений. Я о нем расскажу вам чуточку позже, но если вдруг вас он уже заинтересовал и вам интересно, что же там такого, какие там секреты таяться, то переходите пожалуйста прямо сейчас по ссылочкам и можно уже прямо даже регистрироваться, если вам очень хочется. Если у вас возникло такое дикое желание познакомиться более подробно с работой с мандалой. Мы с вами начнем работу. Мы с вами сейчас прямо будем создавать мандалу денежного баланса. как я уже сказала наша работа сегодня это практику, это исследование того, что происходит с нами с помощью мандалы. И прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть вокруг себя. Я уже говорила об этом, да, и найти какие-нибудь мелкие предметы, которые у вас есть. Но я прошу вас на них посмотреть с точки зрения дохода и расхода. Ну, например, вот я держу вот этот камень, да, он просто попался мне под руки, значит, уж я его буду могу использовать в своей мандале прямо сейчас. Хоть на нем и нарисована мандала, но сам по себе камень, он есть камень. И вот я смотрю на камень и думаю, он у меня ближе к расходу или к доходу. И с одной стороны, вроде бы как я на него краски потратила, да, вроде бы как расход, но в то же время этот камень, да, может, например, быть талисманом моего дохода. Или же, например, я могу научить там красиво, например, это делать, продавать вот такие сувениры и получать от этого доход. То есть, как один из вариантов. То есть, я просто думаю, этот камень ближе к доходу или расходу. опять же, да, вот я беру, например, что у меня тут, ножнички, и думаю, они ближе к расходу или к доходу. И вот решаю, да, для себя, они к доходу или к расходу ближе. И вот ваша задача сейчас найти не более 15 предметов, но при этом не меньше 7, это важно, которые бы относились к доходу и к расходу и просто соберите их вокруг себя. Это предметы, которые будут символизировать процессы получать чтобы что-либо и отдавать что-либо. Кстати, пока вы ищите эти предметы, расскажу вам одну историю, вернее, притчу, связанную с балансом брать и давать. Дело все в том, что в одном волшебном лесу было три озерца. Они были небольшие, но зато какие были эти озерца. У каждого озера был свой родник, свой источник. И на дне каждого озера был чистый прозрачный ключ с холодной водой. Он наполнял озера и в этих озерах плавали рыбки, летали над озером стрекозки, бабочки, жучки. На берегу жило очень много разных животных, которые пили воду из этих озерцов. Из этих озерцов. И все, природа расцветала и питали эти озерца, конечно же, соседние деревья, травы и цветы. И из каждого озерца вытекал небольшой ручеек. и он, сливаясь большой бурной рекой, нес потом свои воды в океан. И все было хорошо и прекрасно, пока одно озерцо подумало, подумало и решило, почему это я отдаю воды кому-то? Надо, наверное, перекрыть свой отток, чтобы ручеек не вытекал из меня и брать как можно больше воды, сохранить ее, чтобы больше у меня рыбок было, чтобы больше я по размеру было, чтобы озерцо разрасталось и становилось все больше и больше. Так и сделало озерцо. Оно перекрыло свой отток и постепенно воды и ключа питали озеро и, конечно же, оно увеличивалось в размерах, оно затопило ближайшую полянку, оно дошло до подножья деревьев и дальше потекло и стало разрастаться, но дело все в том, что в конце концов затухла вода в этом озерце, превратилось оно в липкое, такое гадкое, гнилистое, подпахивающее болото, и умерли в нем все рыбки, перестали летать жучки, паучки и даже лягушки брезговали. Некомфортно было, лягушки только в чистой воде живут. Второе озерцо посмотрело на все это дело и решило нет, я никогда не перекрою свой отток, я буду очень щедрым, поэтому я перекрою лучше свой исток и завалила родничок, который питал озеро камнями, и оно отдавало, и отдавало свои воды, я буду щедрым, я буду отдавать все, что у меня есть, и как вы понимаете, вскоре совсем высохло, пересохло, и умерли все рыбки, не стало животных, которые могли подходить к озеру на водопол, не летают теперь над ним жучки и стрекозки до бабочки, и не питает озеро соседней деревьей, а третье озеро как брало воду из ключа, так и отдавало в ручеек, и в нем весело и счастливо жили рыбки, лягушечки, порхали бабочки и стрекозки, и всем было хорошо. Вот такая история. Баланс брать и давать это очень важный баланс, если мы говорим о финансовом потоке. итак, я надеюсь, вы нашли множество предметиков, и поставьте, пожалуйста, мне сейчас плюсики в чат, что у вас уже есть не более 15 предметов, которые как-то, каким-то образом относятся к доходу или расходу. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чат прямо сейчас. Спасибо, вижу плюсики. еще, еще плюсики ваши в чат, будьте добры. Замечательно, спасибо. И сейчас догоняйте нас, кто еще не нашел, находите, я думаю, это будет очень важно сегодня для вас. Я предлагаю вам сейчас с помощью этих вещей создать некий круг. Вот, может быть, это будет прямо перед вами на столе, может быть, на полу, может быть, на стуле, с которой вы рядышком с собой поставите. То есть, любое пространство, возьмите, которое вам нравится. Единственное, я прошу вас, чтобы это пространство было побольше, то есть, примерно размер вашей вот грудной клетки. То есть, вот где-то вот так, больше, чем ваша голова, где-то вот размер грудной клеточки, вот такое вот пространство. Вот как бы очертите мысленно, а может быть, немысленно себе вот такой круг и в этот круг либо в центр, либо куда-то на периферию, либо вот в каком-то месте, каким-то образом, я не знаю, любым образом, так как вам захочется, в этот круг поместите все предметы, которые вы отобрали, которые относятся и к доходам, и к расходам. Итак, каким-то образом эти предметы разберите, положите вот туда, может быть, как-то красивенько, симметрично расставите, а может быть, просто хаосом, знаете, так вот вывалите и пусть там себе лежат. Это уже ваше решение. Вот главное вот в этот вот какой-то условный круг, который вы для себя создали, может быть, мысленно, а может быть, вот прямо сейчас вот идея пришла, взять вот, какой-то вот шнурочек и сделать из него кружочек. Вот вам, пожалуйста, уже кружочек какой-то. То есть, вы можете решать сами. Можно как бы выложить какими-то мелкими предметами, например, скрепочками, а можно делать без вот какой границы, не имеет значения. Итак, ваша задача условный какой-то круг и предметы разместить вот в этом, внутри этого круга по кругу, по какому-то, не знаю, какой-то узор может быть создать. Вот как вам захочется. И я вас прошу это сделать быстро, то есть, не думайте долго. У вас на это всего одна минутка, чтобы поместить вот эти предметы все в круг. И я жду от вас единичек в чат, что вы справились. Давайте так, единички в чат вы мне поставьте, пожалуйста, что вы справились и что вы можете уже, мы можем уже продолжать. Сразу хочу вам сказать одну вещь. Чем активнее вы сегодня будете, чем активнее вы будете выполнять задания, чем активнее вы будете задавать мне вопросы и писать комментарии, тем больше, более эффективно вы сегодня поработаете, получите лучший результат. Поэтому жду ваши единички. Вижу ваши единички. Спасибо большое. Огромное спасибо. Вижу, вижу. Молодцы. Ну, просто супер. Ну, что ж, догоняйте те, кто нас еще, кто еще не успел. Те, кто как бы не пишут в чат, но выполняют задания, это тоже хорошо. Вы тоже можете это делать. Но, как я уже сказала, эффективнее будет, если вы будете откликаться. А мы прямо сейчас начнем анализ того, что мы сделали. У нас будет много вопросов. Это все вопросы, на которые мы сегодня ответим, но давайте постепенно. Знаете, как говорят большого слона, лучше всего есть маленькими кусочками. И вот сейчас я предлагаю вам посмотреть на то, что у вас получилось. Замечательно. Светлана, прекрасно. Итак, посмотрите, что у вас сейчас получилось. И первый вопрос, на который я прошу вас ответить в чат. Все ли предметы поместились в круг? Вот вы выбрали, например, там себе 15 предметов, а в круг поместилось только, например, 10, а остальные как-то вот, ну, некуда их туда было поместить. Или там, например, один какой-то остался за бортом. А может так случиться, что какой-то предмет, знаете, хвостиком где-то торчит наружу. Такое тоже бывает. То есть, вот вроде бы как он в круге, но вот хвостик, знаете, вот где-то торчит, куда-то уходит. Такое тоже бывает. Итак, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, есть ли такие предметы, которые либо полностью, либо частично не поместились, не оказались в круге? и задумайтесь, это предметы дохода или расхода? Есть предметы, Лариса, супер! Смотрите, задумайтесь, пожалуйста, что у вас не поместилось, доход или расход? Если еще у кого-то есть такие предметы, то тоже задумайтесь, пожалуйста, об этом. Доход ли это или расход? Доход есть. Супер! Так вот, Лариса, я вам вот персонально для вас, ну и для тех, кто сейчас меня слушает, но в чат, к сожалению, не пишет по какой-то причине. Вот если не поместились предметы по каким-то причинам, которые доход, это тот самый доход, который вы не впускаете в свою жизнь. Задумайтесь, пожалуйста, от каких доходов вы сейчас отказываетесь? какие деньги вы не принимаете? Если же не поместились расход, да, предметы, связанные с расходом, то тогда, и расход, и доход есть, да, Светлана, замечательно. Смотрите, если есть предметы, связанные с расходом, и они не поместились в круг, то это те расходы, которые, с которыми не справляется ваш бюджет. Это те расходы, на которых денег не хватает, недостаточно. Дело в том, что существует три базовые стратегии взаимодействия человека с деньгами. Первая стратегия это стратегия растратчика. Ее называют еще стратегией бедности. В чем особенность этой стратегии? Когда человек получает деньги какие-то на руки, например, зарплату или там доход от чего-то, да, то есть он получает деньги, какие-то деньги, любым способом, не знаю, там, подарок получает деньги, премиальные ему выплатили, то есть любые деньги. за услуги за какие-то заплатили. Человек берет эти деньги, ну, условно говоря, да, и думает, на что он их может потратить. Вот у меня сейчас есть такая сумма, что я могу купить на эту сумму. И если сейчас для вас это откликнулось, то задумайтесь, пожалуйста, это стратегия растратчика, это стратегия, которая ведет к бедности. вторая стратегия очень важная и тоже очень часто встречающаяся. Это так называемая стратегия комфорта или стратегия накопления иначе. В чем ее особенность? Когда человек берет деньги, получает какую-то сумму денег, первая его мысль, ну, и основная его мысль это такая, какую сумму вот из этого я могу отложить на так называемый черный день, отложить на покупку большого какого-то, ну, большую какую-то покупку, например, там, не знаю, вот это на дом или вот это на обучение детям, или вот это на старость, да, как вот раньше бабушки у нас очень часто копили на похороны, да, вот себе на смерть денежки откладывали, то есть вот такие вот стратегии откладывания в кубышку это стратегия комфорта или стратегия накопления, это неплохо и нехорошо вот то, что я сейчас говорю, но то, что таковые люди есть, да, это на свое обучение, да, то есть мы откладываем денежку, то есть мы как бы, ну, вот обучение Светлана, тут я еще чуть-чуть подумаем об этом, но вот если вы откладываете деньги, да, стараетесь вот как бы их отложить, то есть вероятность, что это стратегия комфорта, стратегия накопления. Есть третья стратегия, как люди поступают с деньгами, которые у них есть. итак, третья стратегия называется стратегия богатства или стратегия вложения. Человек, который получает деньги, опять же, может быть, это даже, ну, та же самая сумма, неважно, то есть получил человек, там, не знаю, пять тысяч, да, на что я могу потратить эти пять тысяч, или второй момент, вторая стратегия, что, и сколько я из этих пяти тысяч могу отложить на что-то, остальное потратить. И третья стратегия, вот которая, о которой я сейчас рассказываю, стратегия вложения, это сколько из этих денег я могу вложить в развитие своего дела, бизнеса, не знаю, в себя, в развитие каких-то навыков, вот очень часто обучение, это сюда относится. Ну, не факт, но очень часто. Вот, чтобы потом эти деньги принесли мне дополнительный доход, то есть, сколько я должна сейчас вложить, чтобы, например, получить вот, ну, как бы, большую сумму. То есть, это стратегия вложения, вот это стратегия богатства, три разных стратегии. И прямо сейчас задумайтесь, пожалуйста, к какой стратегии вы ближе? Открою секрет, можно все изменить, можно перепрыгнуть, как бы, ну, перейти на другой тип мышления. Это, в принципе, несложно, нужно хотеть это сделать. Давайте пойдем дальше. Следующее, на что нужно и полезно обратить внимание в вашей мандале, вы, главное, сейчас не убирайте, не убирайте мандалы, потому что пусть они перед вами лежат, мы будем исследовать их, исследовать то, что прямо сейчас происходит перед вами. Следующее, на что важно обратить внимание, это соотношение предметов дохода и расхода. Посчитайте, пожалуйста, каких предметов у вас больше, предметов дохода или предметов расхода. А также, обратите внимание, есть ли предметы, которые символизируют как расход, так и доход. Вот я рассказывала вам, например, вот об этом камне, да, и с одной стороны, вроде бы, я потратила деньги на вот эти краски, но с другой стороны, этот камень может быть предметом дохода. То есть, фактически, вот это как раз, смотрите, если у вас больше предметов расхода, то это говорит о том, что вы ближе к стратегии расхода, да, стратегии растратчика, стратегии бедности. Если у вас предметов больше, которые, у которых, если больше предметов дохода, чем расхода, то это говорит о том, что скорее всего, скорее всего, вы ближе к стратегии накопления, стратегии комфорта. Если же у вас много предметов, которые одновременно являются и расходом, и доходом, то это говорит о стратегии именно вкладывания денег. То есть, я вложила в краски деньги, заработала больше, продав этот камень. то есть, вот именно такая стратегия мышления у человека, который вкладывает деньги. Это стратегия богатства. Поэтому посчитайте, пожалуйста, соотношение дохода и расхода. Посмотрите, есть ли те, которые, если есть предметы, которые символизируют и то, и другое. и прямо сейчас подумайте, если вы хотите что-то изменить, подумайте, как предметы расхода могут стать предметами дохода. И подумайте, как предметы дохода могут стать способом вложения в следующий доход. То есть, ну, как бы, вот мы, условно говоря, переводим, да, вот этот баланс, что каждый предмет, каждый расход является вложением в доход. Здесь очень часто мне задают вопрос, ну, как же так? Вот как это может быть? Я, например, покупаю еду, это же расход, но все же идет, ну, как говорится, в унитаз. Нет. Если вы кушаете, вы пополняете свои силы. Если вы не будете кушать, вы не будете пополнять свои силы, вы не сможете работать, вы не сможете заработать денег. То есть, это прямой такой вот посыл, да, мы кушаем для того, чтобы иметь энергию, для того, чтобы заработать, для того, чтобы получить в обмен на свою работу другую энергию, а именно деньги. И на эти деньги мы снова их вкладываем в себя, вкладываем в окружение свое, до вкладываем своих детей вкладываем свой бизнес вкладываем свое хобби которое мы можем кстати сделать способом получения дополнительного дохода и так далее и тому подобное то есть это круговорот энергии в природе круговорот денег природе и вот об этом важно подумать напишите пожалуйста в чат каких предметов у вас больше дохода расхода или вот таких двойных и так жду ваши комментарии в чат лариса мне кажется поровну вот если поровну обязательно смотрите как предметы дохода сделать предметами вложения и как приметы раз предметы расхода сделать предмет предметами вложения то есть это очень интересный момент ну например опять же вот я взяла ножницы это может быть как предмет дохода так и предмет расхода подумайте пожалуйста об этом почему-то ну например я могу этими ножницами кроить до или что-то вырезать до кроить например а потом сшить и продать то есть это инструмент например моей деятельности если я шью платье или наоборот это как бы отрезание кромсания бюджета да то есть я отрезаю что-то от своего бюджета и тем самым трачу то есть вот подумайте пожалуйста так чтобы и одна и другая сторона у вас были сбалансированы тогда это действительно очень хороший баланс и тогда это изменяет очень сильно мышление человека вот в таких простых моментах вроде бы как мы ничего не делали да вот мы взяли предметы которые вокруг содержится хорошо теперь следующий этап работы прошу вас не разбирать пока мандалы следующее важное исследование которое нужно провести а именно внимательно рассмотрите пожалуйста предметы дохода и приметы и предметы расхода и конечно же предметы которые имеют двоякое вот такое вот двоякий смысл посмотрите пожалуйста на них внимательно их размер их цветовая гамма их место расположения все где они находятся как они расположены кем окружены Все это несет определенную информацию. Ну, например, вернусь вот к этому камню, да, снова, как пример. Если бы я, например, взяла этот камень как предмет расхода и положила в самый центр, а вокруг много мелких, которые являются доходами, то о чем бы это могло мне говорить? Какое послание мог мне этот камень сказать? Я один большой камень на твоей груди, который, как бы, вот мой большой расход, например, большой кредит у меня там есть, да, или какой-то большой долг, или какая-то дыра в бюджете, вот она лежит у меня вот здесь, и как бы вот вокруг много, я пытаюсь как бы вот разными доходами, да, окружить этот камень разными мелкими подработками какими-то, не знаю, там какими-то здесь перезаняла, тут переоддала, то есть вот какими-то такими способами закрыть вот этот большой камень расхода. Или же наоборот, если бы этот большой камень лежал, например, в центре, и это был бы камень дохода, а вокруг много мелких расходов, то о чем бы это говорила, да, например, что этот камень, например, я говорю, да, этот камень, это один большой, тяжелый, увесистый источник дохода, который питает много-много разных расходов. Обратите внимание, что у вас в центре лежит, расход или доход. От чего вы пляшете, от чего строится ваш бюджет? От расходной части или от доходной части? Что находится на периферии? Чему меньше уделяется внимание, доходам или расходам? То есть чем ближе к центру, тем больше внимания. Чем дальше от центра, тем больше рассеивается внимание, тем меньше внимания мы этим элементам в своей жизни уделяем. Теперь по цвету. Может быть, так случится, я сейчас не вижу ваши мандалы, я не знаю, но так может случиться, что, например, предметы расхода будут в одной цветовой гамме, а предметы дохода в другой цветовой гамме. И посмотрите, что для вас значат эти цвета. Можно, например, воспользоваться просто ассоциациями, что для вас красный цвет, что для вас желтый цвет, что для вас зеленый цвет, что синий означает для вас. Прямо сейчас подумайте, что это за цвета для вас. Если кто-то знаком с чакральной системой, цвета по чакрам, то можно воспользоваться этой системой. Вот что вам ближе, не имеет значения. Важно, чтобы вы просто для себя трактовали как-то этот цвет. Я не буду давать трактовок, потому что нет смысла в этом. Сейчас, например, синими губами никого не удивить. Раньше, например, красный цвет, цвет крови, да, это всегда сексуально. Сейчас, например, синие губы, это тоже как бы, это уже губы не мертвеца, да, и синие ногти. А очень часто элементы дизайна. Поэтому сейчас в современном мире цветовая карта очень сильно претерпевает изменения и корректировки. Поэтому нет вот однозначных таких вот трактовок. Итак, подумайте, пожалуйста, и напишите в чат, если у вас есть комментарии по этому поводу или вопросы. По поводу того, где находятся предметы расхода и предметы дохода. Ну и еще один важный элемент, с которым мы сейчас с вами будем работать. Посмотрите, пожалуйста, на свою мандалу и подумайте, что вы прямо сейчас чувствуете по отношению к ней. Удовлетворяет ли вас то положение вещей, которое есть? И напишите, да или нет, нравится вам мандала ваша или уже нет, после вот такого анализа. Напишите, пожалуйста, хотите ли вы ее изменить? Поставьте, может быть, да или нет, или плюсик и минусик. Вот хотите ли вы что-то внести, как-то трансформировать в свой бюджет, в свой вот этот баланс? Да. Кто-то еще? Давайте, рассказывайте мне, пожалуйста, как вы думаете. Угу, Нина, ага, хорошо, Бариса, прекрасно. Может быть, так случится, что кто-то скажет, нет, меня все устраивает, и это нормально. Такое тоже может быть. И ничего удивительного здесь нет. Ваш бюджет для вас комфортен, удобен и сбалансирован. Но если вы хотите что-то изменить, то в таком случае сделайте это. Вы можете прямо сейчас переложить, переставить любые предметы, поменять местами. Вы можете даже заменить один предмет на другой. Более того, вы можете какие-то предметы вообще убрать из мандалу, а какие-то предметы, которых там раньше не было, добавить. Прямо сейчас трансформируйте свою мандалу так, чтобы вам было комфортно. И когда вы это сделаете, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Трансформируйте свою мандалу. Уберите все, что нужно убрать. Например, лишние расходы. Такое тоже бывает. Включите в мандалу то, что в нее, например, какие-то доходы не поместились. Переставьте местами расходы и доходы. Сделайте так, как вам комфортно, как вам нравится. И задумайтесь, что это за изменения в вашей жизни? Знаете, в психологии есть такое понятие символическое действие. Изменяя, трансформируя мандалу, мы изменяем внутренние стратегии поведения. Там, внутри нас, происходят точно такие же изменения, как изменения в мандале. Потому что мандала – это некая клеточка одного организма. Но изменяясь, если одна клеточка изменяется, изменяются соседние клеточки, изменяются все остальные. Вот в этом особенность мандалу. Не зря одна из исследователей, психологов, которая посвятила фактически очень много времени исследованию мандал, Джоанн Келлок, она назвала мандалу каплей крови, взятой на анализ. Ведь как можно исследовать состояние человека, взяв его кровь, да, и посмотрев ее состав? Вот мандала точно так же является каплей крови, взятой на анализ психики человека, то, что внутри происходит. Подумайте, пожалуйста, какие подсказки, какие рекомендации дает вам мандала для получения дополнительного дохода, для стабилизации своего денежного баланса, для того, чтобы изменилось что-то внутри. Это очень важно. Вот обратите внимание на это. И напишите, пожалуйста, несколько слов о том, что сейчас произошло с вами, что произошло с мандалой, и какие озарения, инсайты, выводы вы себе сделали. Чем полезна была вам вот эта денежная мандала, мандала денежного баланса? Что вы в итоге получили? Жду от вас ваших комментариев. Жду от вас несколько слов, а может быть даже какие-то, ну, не знаю, вопросы, может быть, у вас есть по этому поводу. Задавайте, пожалуйста. Вот таких практик, вот таких глубоких техник, как сегодня, а еще глубже тоже, с подробным анализом и подробным исследованием, мы сегодня задали всего-навсего несколько вопросов мандали. А вообще мандали можно задать порядка 30 разных вопросов и найти на них ответы. Мы будем с вами работать на курсе мандала «Волшебство преображений», базовый курс по мандалотерапии. Этот курс начинается 4 ноября. Состоит он из четырех модулей. В каждом модуле два занятия. Одно теоретическое, одно практическое. Теоретическое занятие в записи, то есть вы в любое удобное для вас время, заходите в рабочий кабинет и смотрите запись занятия, выполняете задания этой записи и получаете необходимую информацию. Второе занятие в каждом модуле, практическое занятие, оно проходит вживую. Вот так, как мы сейчас с вами общаемся в вебинарной комнате, проходит практическое занятие. Мы выполняем техники и практики непосредственно перед экраном. Вы непосредственно получаете обратную связь, рекомендации, ответы на вопросы. И вот таких модулей будет в этом курсе 4. И я, конечно же, приглашаю вас на этот курс. Ведь этот курс может быть полезен не только психологам, коучам, тренерам, работникам так называемых вспомогательных профессий, например, детских, образовательных учреждений, социальных работников, студентов, психологических и педагогических вузов, но и для тех, кто занимается самопознанием, духовными практиками, самосовершенствованием, эзотерическими практиками, магическими практиками. Как я уже сказала, мандала очень часто используется и вообще образ круга в магических ритуалах. Для тренеров по йоге и любой другой телесной практике все это очень глубинные вещи и очень важно понимать, а что в себе содержит мандала, что особенного в ней есть и что можно с ней делать. Как я уже сказала, курс в действительности состоит из двух частей, из практической и теоретической части, но содержит он в себе 35 разных инструментов работы с мандалой за вот эти самые 20 часов обучения. Мы будем делать с вами 9 глубинных практик на практических занятиях, плюс у вас будет еще 12 практик, которые идут бонусом, которые идут подарком, которые вы уже выполняете самостоятельно для того, чтобы расширить свой диапазон. Обратите внимание, 9 практик непосредственно, плюс еще 12 практик, которые вы получите бонусом, плюс теоретический курс. Мы разберем с вами 6 основных подходов к созданию мандал для работы с собой, с клиентами, со своими, с группами и с индивидуальными людьми. В чем особенность и в чем преимущество работы с мандалой? Дело все в том, что в практике работы с мандалой, они не имеют ограничений вообще. По возрасту, по состоянию психики мандалотерапия исследовалась, использовалась для больных людей в психиатрических клиниках, для пожилых людей, для людей, которые находятся в местах заключения, для людей больных, для людей здоровых, для детей от возраста 3 лет. И это все теоретически подтверждено разными исследованиями. Мандала универсальна. Она работает как со здоровыми, так и с больными. Она работает как на достижение целей, так и на решение проблем. Она работает вот над любым вопросом, который вы только можете задать себе. И вы получите ответ. И вот это преимущество работы с мандалой, поэтому я приглашаю вас на этот курс. Кроме всего прочего, если вы еще никогда не работали с другим человеком, это может стать вашим дополнительным доходом. Вы получите, если вы выполните все задания, вы получите сертификат, который подтвердит, что вы можете применять этот метод для работы с другими людьми. И вы можете, в общем-то, начать свою такую небольшую практику для того, чтобы получить дополнительный доход. Помочь людям создавать мандалы и на основе мандал решать свои какие-то ситуации и проблемы. А для этого у вас будет базовый алгоритм анализа мандалы, состоящий из более чем 30 вопросов. И пошаговая инструкция проведения, консультации, работы с человеком с использованием метода мандалотерапии. То есть у вас будет готовый инструмент зарабатывания денег. Вот представьте себе, насколько полезен этот курс. Как я уже сказала, у него 4 модуля. Первый модуль, я не буду сейчас зачитывать все, что написано на слайде, скажу только, что он посвящен базовым основам мандалотерапии. И, я уже говорила, каждый модуль состоит из теоретического и практического блока. И в практическом блоке это создание классической мандалы образа и создание мандалы по моделям восприятия. Мы будем с вами создавать мандалы самым разным способом. Вы уже видели. И рисовать, и делать из пластилина, и из нити, и из разных подручных материалов, из тканей, из природных материалов, ну и так далее. Второй модуль посвящен психодиагностике. Не зря я говорила вам, что мандала – это капля крови, взятая на анализ. Как понять, что, какое послание мандала дает, что она такого несет в себе? Ведь это в некоторой степени зеркало, в которое мы посмотрим все и скажем, о, вот тут вот надо глазик подкрасить, а вот здесь вот там прищичек замазать, да, а вот тут причесочку тоже вот как бы вот живенько так, чтобы было, да, или наоборот уложить. То есть вот мы, смотря на мандалу, вы научитесь исследовать самого себя, ну и, конечно же, тех людей, с которыми вы будете работать. И это второй модуль нашего курса. Третий модуль будет посвящен еще более глубокому анализу мандалы, связанному с тем, что происходит с человеком вообще в процессе его жизни. Вы, условно говоря, научитесь гадать по мандале. То есть вы нарисуете, человек нарисует вам мандалу, а вы можете сказать, что с ним было, что с ним сейчас происходит, и что будет с ним в будущем. Вы представляете, какой интересный инструмент? С помощью мандалы можно, условно, конечно говоря, но гадать. И это тоже интересные способы работы с мандалой. Мы будем рассматривать анализ психологического пути развития на основе серии мандал, как человек идет по жизни, что с ним сейчас происходит. Ну или конкретно с его проектом. Например, мандалу можно рисовать не только по жизни, но и на конкретный проект. Например, я хочу построить дом. Можно нарисовать несколько мандал, которые вам скажут, как это можно делать лучше всего и эффективнее всего. И последний, четвертый модуль называется трансформационные мандалы. Мы будем говорить с вами об особенностях психологического консультирования. Мы будем создавать мандалы и менять в буквальном смысле свою жизнь с помощью мандал. Вот такая программа у этого курса. Хочу вам, ну просто не могу не прочитать, очень интересный, очень теплый, очень такой мягкий отзыв Ирины Забелкиной. Это одна из участниц курса предыдущих потоков. Кстати, этот курс, о котором я говорю, и вы сейчас видите ссылочки в чате на этот курс. Так вот, это уже пятый поток курса. То есть четыре уже прошло, сейчас это пятый поток курса. То есть уже не первый, не второй, да, и даже не третий раз он проходит. То есть он очень довольно хорошо, довольно много участников, и он очень популярный. Так вот, отзыв Ирины, это очень интересное такое исследование, знаете, такой вроде бы как и крик души, но в то же время очень мягкий и очень глубокий. Евгения, у меня сейчас случился настоящий шок. Я его назвала «Осознание бессознательного». Читала я о материалах в ближайшей мандале, а сама поглядывала на свою мандалу любви. Есть у нас такая техника, у вас она будет в бонусах, которая у меня из круп специй сделана. Смотрела и увидела. Оказывается, я неосознанно изобразила на ней все стадии протекания любви. От самого центра зарождение чувственности, страсти. Она переходит к ответственности и заботе. Затем идут понимания и как следствие счастья. Тут же рядом идут рука об руку дружба и нежность, перемешку с радостью. А заканчивается все это спокойствием и уверенностью. Нет, это не любовь угасает, заканчивается, а именно появляется стабильность отношений, не привыкание, а переход к спокойной фазе, где могут быть и экспромты, но все же спокойствие и уверенность являются главными. Надо же, сколько еще открытий в себе таит мандала. Вот такой некий крик души, вот такие глубокие исследования и трансформации приходят в результате работы на курсе. И я, конечно же, приглашаю вас на этот курс. Потому что сегодня я приготовила вам уникальные возможности, уникальные способности, уникальные перспективы, потому что я даю сегодня очень большую скидку на этот курс только для вас. Как я уже сказала, курс начнется 9 ноября. Он содержит три пакета, то есть есть три варианта участия. Вы можете выбрать тот вариант, который вам наиболее удобен и комфортен. Смотрите, пакет «Новичок» – это самый простой пакет. Он содержит записи четырех модулей теоретического блока, участие во всех практических занятиях, четыре онлайн-занятия, о которых я говорила. Все это будет в ваших рабочих кабинетах. Вы получите от меня обратную связь на онлайн-занятиях, и мы будем общаться с вами. Вы можете задавать мне вопросы, я буду на них отвечать в течение всего курса. Ну и обещанные 12 дополнительных видеозаписей методик мандалотерапии. То есть 12 еще техник плюс к 9 техникам, глубинным техникам на курсе. И сегодня, при регистрации сегодня, этот курс для вас вместо 5000 стоит всего-навсего 2750 рублей. То есть вы экономите 2250 рублей. Представьте себе, какая сегодня у вас возможность есть. И это, как я уже сказала, курс «Новичок», пакет «Новичок». Можно расширить этот пакет до профессионала. Тогда, кроме всего того, что я уже перечислила, вы получите записи всех практических занятий и сможете создавать мандалы потом еще и еще раз, просматривая эти записи. Вы получите краткий конспект курса. Вы, кроме всего прочего, у вас будет еще онлайн мое сопровождение в течение месяца после завершения курса. То есть курс закончится, у вас будут возникать вопросы, и я буду на них отвечать. Я буду с вами продолжать активно общаться еще в течение месяца после курса. И, конечно же, вы получите сертификат. Сертификат участия в этом курсе. И разница в стоимости пакетов здесь совсем невелика. Всего-навсего чуть больше тысячи рублей. Стоимость пакета вместо 7000 у вас сейчас 3850 рублей. Конечно же, это самый оптимальный пакет. Самый популярный пакет в этом курсе. Потому что вы экономите 3150 рублей. И есть пакет для, я вот говорю, продвинутых, для тех, кто хочет получить по максимуму все и сразу. Ну, у меня почему-то здесь на слайде пакет «Профессионал» написано, хотя он называется «Мастер». Опечаточка вышла, простите. То, что я уже перечислила, все входит в этот пакет. Но в этот пакет есть еще пять дополнительных видеозаписей методик по мандалотерапии. Причем это методики непростые. Это методики еще и связанные с родовыми вещами. То есть там элементы мандалы рода идут. Плюс вы получаете мою индивидуальную скайп-консультацию по любому вопросу, который вас беспокоит, который вам важен. По любой вашей проблеме, задачи, цели, может быть, страхи. Ну, в общем, все, что вас тревожит, мы разберем на этой консультации. И стоимость пакета сегодня для вас вместо 10 тысяч – 5500. Обратите внимание, экономия 4,5 тысячи. То есть это тоже такие уникальные предложения, которые я хочу вам сегодня сделать. И за 20 часов обучения вы получите 35 инструментов работы с собой и другими людьми. Вы сможете начать свою практику работы с мандалотерапией после этого курса, потому что у вас будут инструменты, у вас будут знания, у вас будет опыт работы по этому поводу. И участники курса, вот обратите внимание, вы сейчас видите Елену со своей мандалой, а эту мандалу я вам показывала, да? Раньше немножечко со своей мандалой из пластилина. Она тоже как бы вот написала, это было сказочное погружение в мир собственных желаний. Как здорово, что каждую мандалу творила разными способами, с помощью разных материалов. Это давало возможность окунуться в разные ощущения, сравнить их, испытать наслаждение процессом. Вот такие отзывы люди оставляют об этом курсе. И я, конечно же, хочу пригласить вас на него. 9 ноября мы начинаем работу. 9 числа вы получите первый урок и уже начнете работать. А для этого вам необходимо выбрать мне пакет, который вам нравится, либо новичок, либо профессионал, либо мастер. Перейти прямо сейчас по ссылочке, которую вы видите в чате, и зарегистрироваться. Я думаю, что Ольга еще об этом много расскажет вам, как это сделать, о способах оплаты. Ну, это уже я предоставлю ей рассказать. А о курсе, конечно же, рассказываю я. Если у вас есть вопросы, если у вас есть мысли, если у вас есть что-то, что вас интересует, по поводу сегодняшней мандалы, которую мы создавали, и у вас еще есть какие-то озарения, какие-то интересные моменты, или, может быть, по поводу курса вы хотите что-то спросить, конечно же, задавайте вопрос в чат, и я на него обязательно отвечу. 9 ноября. Четыре модуля, которые помогут вам стать, ну, скажем так, да, получить результат, получить эффективный результат, работая с собой, и получить дополнительный источник дохода. Может быть, это именно тот доход, который сегодня не поместился в вашу мандалу, или на который вы даже просто не обратили внимания. Знаете, иногда так бывает, мы вроде бы как смотрим, но не видим. Мы не видим какого-то элемента, не обращаем на него внимания, а потом оказывается, что это очень важный, крайне важный элемент, и мы не знали просто о такой возможности. Так вот, вы можете прямо сейчас взять какой-то элемент и положить его в мандалу, сделав его вложением, совсем небольшим вложением, всего-навсего 3850, пакет профессионал. Это небольшое вложение в себя для того, чтобы заработать дополнительные деньги. Давайте считать, ну, так, откровенно. Психологическая консультация на настоящий момент, ну, если в рублях, да, будем считать, стоит минимум полторы тысячи. У меня дороже, конечно же. Но вот минимально, да, обычно, что берут психологи, это полторы тысячи рублей. Обратите внимание, две с половиной консультации окупят этот курс. То есть после трех консультаций вы уже будете в прибыли, а четыре консультации приведут, привезут, приведут вам, принесут вам новые деньги. Всего-то навсего провести три-четыре консультации, чтобы окупить этот курс. Я думаю, что это не те деньги, ради которых стоит задумываться, надо просто идти. Ну, конечно же, решать вам. Выбор только за вами. И только вы можете принять это решение. А я вас просто приглашаю. И если у вас есть вопросы, если у вас есть мысли, если есть что спросить, пишите в чат. Если вы хотите поделиться своими впечатлениями о Мандале, я жду ваши вопросы. Я еще здесь какое-то время буду в чате, но я пока не вижу больше комментариев в чате, поэтому давайте так. Если у вас что-то есть, я нужно будет обязательно вернусь сюда, расскажу вам еще более подробно что-то. Я думаю, Ольга обязательно уступит мне место на какое-то время, если вдруг будут вопросы. Если нет, я думаю, что вы... Я постаралась, конечно же, ответить на все вопросы прямо сейчас вам, но вдруг возникает. Кстати, хочу вам сделать дополнительный подарок. Для тех, кто зарегистрируется сегодня и оплатит курс в течение трех дней, начиная с сегодняшнего дня, то есть в течение трех суток, с этого момента, получит от меня дополнительный подарок. Он будет не для всех, а только для тех, кто действительно оплатил курс в течение трех дней. У меня есть трехчасовой мастер-класс по плетению мандала родового древа. Это очень интересная практика, которую я подарю тем, кто принимает решение быстро. Видеозапись этого трехчасового тренинга будет вам предоставлено в качестве подарка. Я надеюсь, что все те подарки, которые я сегодня делаю, вот эти бонусы, я думаю, что они будут вам не просто полезны и интересны, но еще и принесут радость и удовольствие. Ну, а на сегодня я, наверное, прощаюсь с вами. Ну, смотрю просто в чате, пока нет вопросов, значит, все понятно. Хочу попрощаться с вами. Хочу пожелать вам всего самого-самого доброго, самого светлого и, конечно же, доходов, дополнительных доходов и достатка. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует...